Тринити-парк Щелково. Новое молодежное творческое пространство на территории рядом с историческими корпусами бывшей предельно-ткацкой фабрики Людвига Рабеника в советское время хлопчатобумажного комбината имени Калинина. В прошлом году здесь родилась инициатива предложить молодым и творческим щелковцам реализовать свои идеи, как сделать наш город лучше, ярче и интересней. Собрать команду и принять участие в проектной лаборатории «Щелково. Территория реализации идей». И вот пришло время подводить итоги. Финалистами стали три команды. Школы номер 10, школы номер 4 имени Климука и школы номер 21. В оценке их проектов приняли участие глава городского округа «Щелково» Андрей Булгаков и депутат городского совета Павел Жуков. Встреча прошла в неформальной, открытой и креативной обстановке. Молодежь предложила организовать мероприятие в формате известного телешоу. Школа номер 4 представила проект благоустройства городского парка с различными тематическими зонами, велодорожкой, лодочной станцией и даже японским садом камней. Ребята проработали архитектурно-планировочные решения и даже составили смету и календарный план работ. Школа номер 21, это Загорянка и Серково, в своей работе сделала акцент на экологию национального парка «Лосиный остров». Команда школы номер 10 постаралась в проекте реализовать мечту всего микрорайона «Щелково-7» – сделать полноценную зону отдыха на местные достопримечательности в Серебряных прудах. Основную массу составляют молодежь и дети. И наш проект сможет удовлетворить их потребность в неформальном общении с семьей, с друзьями, с новыми знакомыми. Это позволит грамотно и эффективно выделить наш микрорайон, придать ему привлекательный, законченный внешний вид. Ребята тоже постарались реализовать свои навыки проектной работы. Сделали анимированный проект, попытались рассчитать расходы и даже то, за счет чего их можно окупить. Но тут им квалифицированных знаний не хватило. Взрослые и опытные руководители на ошибки указали, но труд оценили по достоинству. Проект хороший, я же не говорю, что проект плохой, он прекрасный. Еще бы и сметы кто-то сделал правильно. Ребята действительно сделали крутой проект, который будет интересен им же, чтобы у нас и взрослые, и дети принимали участие и в благоустройстве, соответственно, в концепции благоустройства. И, соответственно, чтобы потом этот объект пользовался спросом. По итогам обсуждения проектов в одной из соцсетей прошло открытое голосование. Победителями стали ученики 10-й школы и их идея благоустройства прудов. Глава округа, который на днях провел там субботник, пообещал заняться данной территорией уже в этом году. Возможно, какие-то идеи молодежных активистов и трансформируются в устойчивые проекты развития городской среды. Затем ребята пообщались с руководством округа на самые разные темы, начиная от личных вопросов, заканчивая обустройством ливневок в микрорайоне Щелково-7. Ну и о работе спросили. Андрей Алексеевич, скажите, пожалуйста, как ваши дети относятся к вашей работе? Один старший, 19 лет, он помогает и на мероприятиях со мной, и в соцсетях, и мониторингом занимается. То есть он мне помогает как аналитик, тем более он на политологу учится. Он нормально реагирует, но все плохо реагируют, что я не бываю почти дома, а только ночую. В завершение мероприятия ребята устроили Андрею Булгакову несколько сюрпризов в часть года его работы в городском округе Щелково. Ирина Микедова, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение. Продолжение следует...